Хе-хей! Всем большой привет! С вами Раиль Арсланов и добро пожаловать в Хижину Музыканта! Сегодня не будет ни разборов, ни каверов на ту или иную песню, сегодня будет немного развлечения. Именно на своем канале я решил сделать рубрику, которая будет называться ТОП-5, где мы будем анализировать различных артистов, их уровень, популярность, мастерство и ставить это все в рейтинге. Ну и сегодняшний ТОП называется ТОП-5 самых популярных русских певцов. Подошел к концу 2016 год, друзья, пора подвести итоги, кто же был в этом году лидирующим. По крайней мере, друзья, обратите внимание на название данного ролика. Популярный, это не значит, что хорошо поющий, скажем так. Популярный это значит, что везде в течение года вы могли этого артиста слышать. Он чаще всех показывался в интернете, в сети, чаще всего вы его слышали на радио и прочее. Я вывел несколько критериев, по которым будем оценивать всех наших музыкантов, чтобы не было настолько субъективно, я захотел и поставил такого-то артиста на такое-то место, чтобы все было максимально честно. Да. Будем объективно оценивать все результаты, данные вместе с вами, друзья. Поехали! Первый критерий называется популярность сети. Активность вконтакте, в инстаграме, количество просмотров и снятых клипов на ютубе. Второе, это прослушиваемость. Как часто автора песен крутят по телевидению, ставят на ротацию на радио, как часто слушают в наушниках люди и насколько он популярен в массе. Ну и третье, это, конечно же, общие ощущения. В течение года, по-любому, вы так или иначе слышали данного артиста и некоторые артисты довольно часто даже вольно-невольно попадали вам в голову, потому что вы могли слышать по радио, на улице. И общее ощущение вообще, кто ярче из артистов, которых вы вообще везде слышите. Поехали! Ииии, друзья, на пятое место попадает человек по имени Сергей Лазарев. Лауреат премии «Золотой граммофон», а также третье место на Евровидении 2016. Несмотря на то, что большинство песен у Лазарева на иностранном языке, я не знаю ни одного человека, который не знал бы об этом человеке. Сказанул. Этот артист очень давно на эстраде, на сцене, поэтому мы уже с самого детства его знаем. Согласитесь, друзья, вы тоже его знаете. Самое сердце на поражение, Что же ты медлишь с этой мишенью? Действительно, из-за того, что его песни в большей степени на иностранном языке, на английском, в России его чуть меньше слушают. Но, друзья, раз он поет на международном языке, то его песни слушают за границей, в отличие в нашем топе от других артистов, которые поют чисто на русском языке. Значит, вполне возможно было бы этого человека разместить чуть выше. Но его песни своеобразны. Согласитесь, с оттенками электронной музыки, во-первых. Во-вторых, они в большей степени на английском языке. Я этого человека смело размещаю на пятое место. А теперь немного данные. Самый успешный клип на ютубе, клип на песню «Это все она» 64 миллиона просмотров. Вконтакте 34 тысячи подписчиков в паблике и в инстаграме 1 миллион 800 тысяч подписчиков. Ушедший год 2016 стал знаменательным для Сергея Лазарева, так как он принял участие в Евровидении 2016 и занял третье место, за что его поздравляем. И поэтому в этом году Сергей был популярен в России, потому что каждый поддерживал его и смотрел по телеку выступления его на Евровидении. А помните эту заставку из сериала «Папиной дочки»? Этот голос и заставка также принадлежит Сергею Лазареву. И здесь он, как и в более раннем возрасте, очень похож на молодого Дэйва Гана из группы «Депешмот». Согласитесь, ставьте лайк, если любите Сергея Лазарева. Двигаемся дальше. Четвертое место принадлежит в нашем топе Алексею Воробьеву. Российский певец, актер, режиссер и просто классный и веселый человек. В ушедшем году он сделал очень много работ по выпуску клипов, где режиссировал самостоятельно все свои клипы и набрал огромное количество просмотров на Ютубе. Его клип под названием «Сумасшедшее» набрал целых 124 миллиона просмотров. По секрету, это на 34 миллиона просмотров больше, чем клип Егора Крита «Самая-самая». Вышла песня и клип «Ямайка». «Самая красивая». «Счастлив сегодня и здесь». Воробьев очень публичная личность. Съемки в фильмах, сериалах, выступления на закрытых вечеринках. Все это происходит ежемесячно. И поэтому не зря я разместил этого артиста на четвертом месте. Если с чем-то вы не согласны, пишите все в комментариях. А теперь немного данных. Самый успешный клип на Ютубе – 124 миллиона просмотров. Вконтакте, в паблике – 82 тысячи подписчиков. И в инстаграме – 2 миллиона подписчиков. Да, друзья, правильно догадались. На третье место я ставлю Макса Коржа. Очень тяжелая борьба была между вторым и третьим местом. Долго не мог решить, кто все-таки популярнее и круче. Кого поставить? Друзья, эти два артиста почти что на одном уровне находятся. Так что не вините меня, что я поставил Макса Коржа на третье место. Это крутой чувак из Беларуси. Певец, рэпер, который стал популярен совсем недавно, друзья. В 12-м году выпустил в мае свой первый сольный альбом. И с этого все и началось. Теперь его все знают благодаря песням «Жить в кайф, небо поможет нам в темноте, мой друг, пламенный свет, мотылек, сын, жги». Я выбираю жить в кайф, я выбираю жить в кайф. Слово, пацана, почему так больно сильно, почему так больно сильно, мам? А теперь немного фактов. Вконтакте Макса Коржа поддерживает сильнее, чем другого артиста из нашего рейтинга. У него 596 тысяч подписчиков в паблике Вконтакте. В Инстаграме 326 тысяч подписчиков. И на ютубе самые популярные и успешные клипы, их 2 по 14 миллионов просмотров. Это клип «Мотылёк» и «В темноте». Небо поможет нам, небо поможет искать. Я затолкаю тебя в тачку села, я отвезу тебя к пацанам. Там банька, рыбка и пиво, братишка, я тебе сдохнуть не дам. Действительно, Макса Коржа очень хорошо слушает в наушниках. Его любят молодёжь, реальные пацаны, девчонки. То есть, весь интернет кайфует от его искренних и действительно молодёжных песен. Это идол нашей молодёжи, скажем. Но, увы, количество концертов чуть-чуть меньше, чем у артиста, который на втором месте. К сожалению или к счастью, но Макс Корж не такая публичная личность, как Алексей Воробьёв или Сергей Лазарев. Чтобы выступать в эстраде, участвовать в ток-шоу, быть ведущим, скажем. Но он свой пацан и делает своё дело. На втором месте после долгой борьбы с Максом Коржем расположился артист Blackstar Mod. Рэпер Blackstar. Это уже о чём-то должно говорить. Потому что влияние Blackstar на музыкальную индустрию очень большое на сегодняшний день. Как нам друг без друга прожить дня? Капкан, ты самый опасный для меня. А теперь данные. Вконтакте, в паблике подписчиков 552 тысячи. В инстаграме 2 миллиона 200 тысяч подписчиков. Самый популярный клип. Капкан. 39 миллионов просмотров на ютубе. Бэш! Мы хотим на барик. Секс! Мы хотим на пляж. Секс! Приглашаем с нами. Welcome to the party! Мы поднимаем, мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем, мы поднимаем клубную всю целену. Мама, я в Дубае. Мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мама, мама, я в Дубае. Если бы небо вывелось на моментах, я в Дубе нашел абсолютно все. У этого артиста свои поклонники, начиная от самых маленьких девчонок до женщин и девушек в возрасте 25-30 лет. Ну, как мне кажется, это уже субъективное мнение. Огромное количество концертов практически ежедневно в разных клубах, в разных городах. Сейчас намечаются концерты в Сибири. А потом большой концерт в самом Крокус Сити Холл. Так что Мод заслужил второе место. Ты буди, 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 пока крутишь, бегу тебе. На работу, где видишь, зачем тебя я заводил? Ты буди, буди... Да, друзья, вы догадались, первое место принадлежит Егору Криду. Ну, нет персоны на сегодняшний день, кто бы ярче и точнее занял это место. Ну, за этот 16-й год, где только вы не могли услышать этого артиста, везде, в каждом углу, у каждого на телефоне играл трек этого артиста. Потому что, действительно, этот артист очень хорошо постарался. За один 2016-й год вышло столько хитяр, что очень круто. Его слава началась после того, как вышел клип на песню «Самая-самая». Как уже сказал, у этого клипа 90 тысяч просмотров. За ним вышли сразу же другие клипы на песню «Невеста», «Мне нравится», «Мало так мало», «Будильник» и так далее. Ты буди-буди-буди, пока крутишь, бегу-ди. Моя невеста, ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Мне нравится, мне нравится, когда красавица не улыбается. Ну а теперь данные. Вконтакте 539 тысяч подписчиков, в инстаграме целых 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Самый популярный клип, песня «Самая-самая», 90 миллионов просмотров. Только-только закончился концерт. Блин, на самом деле, в этом гриме было очень тяжело танцевать, плясать, вообще давать концерт, потому что все безумно текло. Каждая песня – хит. Друзья, это просто бомба, это самые лучшие показатели в России. Так что, друзья, первое место заслуженно в этом топе принадлежит Егору Криду. Свои впечатления по этому топику оставляйте в комментариях. Набираем тысячу лайков, выходит еще один топик на немножечко другую тематику, но все будет намного интереснее, чем первый наш топ. На самом деле, в российской эстраде немного артистов, которые прямо так явно, как Егор Крид, выделяются. И вообще, в наш топ загнать-то было не так легко, потому что супер-мега-ярких, популярных, узнаваемых артистов, как за границей, у нас немного, к сожалению. Друзья, ну а с вами был Раиль Арсланов. Оставляйте комментарии, как уже сказал, ставьте лайк, если понравился топик, пишите свои пожелания и замечания по поводу топика. Туда ли я поставил каждого артиста. Очень долго над этим вопросом бился, кого выше, кого ниже, и все-таки пришел вот к такому мнению. И все объективно, как мне кажется, и явно видно, кто, насколько популярен в России, друзья. Так что подписывайтесь на Хижину Музыканта, будут еще круче топики, разборы, а также каверы на различные интересные песни. С вами был Раиль, пока! И вот тут есть ссылочка на мой инстаграм, если подпишетесь, будет вообще уважуха. Черзается! Субтитры подогнал «Симон»!